Всем привет! Сегодня полезный ролик про школы. Совсем недавно мы с Валерией снимали ролик про муниципальные школы, топ-5 школ. Кто не смотрел, пожалуйста, по ссылочке и посмотрите. Но это же не все школы, которые существуют в нашем городе и вообще. Сегодня говорим про коммерческие школы. Это тоже очень важно. Есть категория граждан, которые предпочитают именно коммерческие. Вот сегодня про них и поговорим. ТОП-5 коммерческих школ, а самое главное, какие ЖК вокруг этих школ стоит рассмотреть с точки зрения нового жилья, чтобы, так сказать, всем было удобно и комфортно. Поехали! Валерия, привет! Привет, Иван! Спасибо, что пришла. И снова с очень важной, актуальной, животрепещущей темой про школы. У нас прям такая с тобой социальная функция. Ну, вообще, в нашей профессии это социальная функция. Я красоту навожу, а ты квартиры продаешь. Действительно, профессия риэлтора – это социальная профессия и социально ответственный бизнес. Друзья, кто не знаком с Валерией, пожалуйста, знакомьтесь. Валерия, можно тебя попросить еще раз представиться для тех, кто с тобой пока еще не знаком. Меня зовут Валерия Козлова. Я руковожу агентством недвижимости, априори недвижимость. Вице-президент Уральской палаты недвижимости, вице-президент Российской гильдии риэлторов. Просто хороший человек. Это да, действительно, подтверждаю. Ну, в общем, друзья, это уровень. То есть человек, который разбирается в недвижимости, знает, о чем говорит и, соответственно, может оказать большую, великую помощь. Чем мы сейчас и займемся. Итак, начинаем топ-5 школ. Давай сначала озвучим весь список и почему ты их выбрала. Здесь я бы, наверное, небольшое такое вступление сделаю для наших зрителей, чтобы было понятно, о чем речь. Вообще, коммерческие школы, частные школы, как принято их называть, не имеют какого-то единого рейтинга. Потому что сравнивать частные школы достаточно сложно. На то они и частные, потому что они удовлетворяют потребности совершенно разных семей, родителей и детей. Таким образом, если мы посмотрим сегодня на все школы, какие у нас есть в Екатеринбурге, а их немалое количество, то в одних школах обеспечивается полный цикл нахождения детей. То есть ты привел ребенка, как в детский сад, в 8 утра и забрал его оттуда практически в 7-8 после того, как закончил свой рабочий день. И там в течение этого времени обеспечивается не только учебный процесс, но и все развивающие мероприятия, спорт, культура, творчество, все там есть. Для одних родителей это важно, такое сбалансированное воспитание и учебный процесс. Для других родителей важны особые подходы к образовательной деятельности, какие-то развивающие направления в образовании. И там совершенно какое-то небольшое количество людей, чтобы именно детей и учеников, для того, чтобы обеспечить индивидуальный подход к обучению, к развитию талантов, способностей и так далее, и так далее. И понятно, что во всех школах это есть, но где-то на этом упор больше делал, где-то меньше. Плюс различные методики. В одной школе приверженцы, не знаю, там Монте-Сори, а в другой школе какие-то новые техники образовательные, которые, понятно, что они сертифицированы, апробированы и используются как метод именно в этой школе. Поэтому здесь родители выбирают. О чем мы сегодня будем говорить? Мы будем говорить только о тех школах, которые предлагают учиться с 1 по 11 класс. То есть на началке не рассматриваем те частные школы типа «Чудо-радуги». Я знаю, что у тебя ребенок ходит в «Чудо-радугу». Мы с тобой обсуждали. Есть много замечательных школ. Правда, это и «Согласие», это и «Начальная школа ТЛК», это и «Я семья». Но все-таки там упор больше на начальную школу. А мы сегодня поговорим по более, может быть, таких крупных образовательных учреждениях, я бы так сказала даже, которые полный цикл дают детям. Отлично. В общем, друзья, если вы волнуетесь, беспокоитесь за ваших детей, хотите дать им прекрасное, великолепное образование, то слушайте внимательно, смотрите до конца, пишите в комментариях, задавайте вопросы. Сегодня мы обсуждаем эти самые школы, которые обеспечивают полный цикл образовательного процесса с первого класса по одиннадцатый. И вот на них сегодня и упор. Правильно я понимаю? Да, правильно, абсолютно. Я посмотрела еще на школы так, чтобы они располагались в разных районах, чтобы можно было тоже удовлетворить спрос родителей, находясь в различных районах нашего города. Переходим к списку. Или это еще не все? Это еще не все. В этом списке есть ноль. На нулевую позицию. То есть до начала этого списка я поставила замечательную муниципальную сейчас школу. Это Корифей, это 210-я гимназия. Но мы просто привыкли, что очень долго Корифей был частным образовательным местом, учреждением, школой. И сегодня это полноценная муниципальная школа, куда попадают по прописке. Но вот сам подход к образовательной деятельности, к организации вне классной деятельности, он до сих пор сохранен, как в хорошей полноценной частной школе. И вот это вот такое сочетание, сейчас она муниципальная, но с вот такими подходами, дает очень хорошие результаты. Я знаю много своих друзей и знакомых, которые сознательно выбирают эту школу, стараются покупать недвижимость где-то рядом, либо что-то арендовать для того, чтобы обеспечить эту прописку и попасть в эту школу. Ну то есть ты не удержалась. И вот еще шестой, в топ-5 у нас еще шестой вариант. Да. Отлично. Давай теперь перечислим все школы. Потом я предлагаю немножечко, так сказать, развернуть, что в этих школах особенного, ну совсем кратенько. Потому что я думаю, что более подробно можно про каждую рассказывать очень долго, но это уже отдельные темы. А затем мы перейдем про недвижимость, поговорим, что вокруг этих школ. Ну то есть, чтобы ребенок мог сам дойти до школы, а не водитель его возил, правильно? Это же очень удобно. Все-таки вот это вот... Развитие самостоятельности, формирование ответственного отношения к себе, к учебе, к планированию того, как ты дойдешь, как ты перейдешь светофоры. Какая-то ответственная мама. Ну многодетная мама, я сама. Я тоже многодетная, но я думаю, это по-другому. Понимаешь, чтобы мне на это не отвлекаться, чтобы ребенок сам дошел, сам пришел, и я как бы на это не тратил времени. Окей, давай, пойдем по списку. Перечисляйте, пожалуйста, школу. Я, кстати, добавлю к твоему разговору, что для детей очень важно создавать такие искусственные, но небольшие препятствия, которые они должны преодолевать. О как! А ты психолог? Чуть-чуть. Любитель, да. Вот. И когда мы выбираем вот этот маршрут с ребенком, мы его вместе проходим, а дальше у него есть трудность. Ему нужно к определенному времени в школу попасть, и после школы можно же не удержаться, остаться гулять, пойти куда-то там к друзьям и так далее, но нужно опять преодолеть и пойти домой, делать уроки. Это очень важный воспитательный момент. Да. Значит, к списку. В список у меня попали гимназия 212-я УГМК Париж. Она находится на Короленко, практический центр. Туда же в этот список у меня попала школа Гелиос, которая находится на Стачек 27, частная школа созвездия 21 века на машинной, школа Индра на Новгородцевой 11А, и Ритель. Вот у Ритель есть несколько разных локаций, и мы как раз сегодня поговорим про ту школу, которая пользуется особой популярностью на Родищево. Так-то у них и в академическом есть отделение. По-моему, 4 филиала есть сейчас у этой школы. Отлично, разрослись. Теперь давай расскажи, пожалуйста, что особенного в этих школах. Я уверен, что есть и другие очень замечательные школы. Да, да, есть и другие. Поэтому, друзья, вы напишите в комментариях, какие мы не упомянули, но по вашему мнению они действительно хорошие. То есть, во-первых, и нам полезно будет, ну и зрителям, которые прочитают ваши комментарии. Ну а мы конкретно сейчас по этим школам, потому что объять все просто мы не можем. Поэтому сейчас более подробно вот про эти 6 школ. Вот, наверное, я общее скажу про весь этот список. В каждой из этих школ есть свои особенности по организации образовательной деятельности, но абсолютно во всех этих школах организован индивидуальный подход, свои индивидуальные учебные планы. Абсолютно все школы соответствуют федеральным стандартам образования. Они выбирают для себя. И, например, есть школы, которые дают дополнительные языки. Ну вот, как, например, гимназия 212-я. Почему она и называется Екатеринбург-Париж, потому что там французский язык. Можно было бы сказать, там французская гимназия. Организуют такие частные школы, в отличие от муниципальных. Они не только образование языки и дополнительное культурное воспитание, какое-то творческое воспитание. Не только в самой школе, но и много организуют различных выездных мероприятий. Соответственно, там съездить во Францию можно с классом. И даже сейчас? И даже сейчас, конечно, да. На самом деле, в текущей ситуации не остановлены выезды учеников за границу по учебным визам. То есть наши с тобой дети могут съездить, поучиться во Францию, в Англию и в другие страны. Мы с тобой можем не получить визы. И когда это организовано на базе школы, это, конечно, безумно удобно. Очень удобно, когда организованы выезды по музеям, какая-то внеклассная деятельность, спортивная деятельность. Вот в каждой из этих школ есть вот эти дополнительные внеклассные допы на протяжении всей школы. Они в муниципальных школах, бесспорно, есть, но там очень много вкладывают родители, когда эту внеклассную деятельность организуют. А в частной школе принято, что школа берет все на себя. Ну, короче говоря, если подвести итог, школы хорошие, в них нормальная программа обучения ребенок выходит с дипломом, который все получают, и в муниципальных школах. Да, аттестат, да. А учителей наверняка они туда сманивают получше. Ну, видимо, просто и с учителями можно получше. Вот на самом деле с учителями ситуация очень разная. И учителю не запрещено работать, ну, там, ни в одной школе. А, вот так вот? Да, конечно. То есть могут выбирать для себя разные варианты учителя. Плюс к основному обучению ребенок занят в течение всего дня и не будет болтаться там где-то между гаражей там и прыгать с одного на другой, там, подбирать что-то там непонятное на улице. То есть он до вечера под присмотром воспитателей. И в это время он не просто, как вот у нас продленка была, например, то есть там сделал уроки, потом бегай по коридорам. Да. А здесь кружки, секции. Очень-очень серьезно организованная внеклассная деятельность. И это не просто дополнительные кружки, как в муниципальных школах. Это дополнительное развитие каких-то способностей ребенка. В ритейле, вот я, например, знаю, у меня делились родители, которые выбирали эту локацию, вот как раз родящего 33, эту школу. А что там, например, сильные тренинги для подростков. То есть они там не просто с психологом консультацию проходят или какое-то профориентирование. Там прям серьезная психологическая проработка. Вот они растут, и мы понимаем, что они сейчас подрастут. И мы хотели бы его отдать, например, в школу Гелиос. Да? То есть она вот где находится? На Стачек. На Стачек. А мы живем где-то в другом месте. Соответственно... Это больше Эльмаш, а там больше Уралмаш, например. Например. Локация не сильно меняется, но надо все равно сделать пешую доступность. Да, соответственно, я как родитель ищу квартиру, чтобы она была рядом. Мне удобная. Поэтому, конечно, давай переходим. И тут мы как раз смотрим, а Эльмаш начинает активно застраиваться. И сразу возникает несколько вопросов. Что же мне выбрать, где же мне жить и какую локацию там предпочитать для себя. Вот ты как вице-президент УПН, который разбирается в недвижимости, и риэлтор, который эту недвижимость предлагает. Вот давай мне как будто я выбираю, вот ты мне, пожалуйста, предлагай. Один из самых интересных проектов недалеко от школы, это страна энтузиастов, которую строит страна девелопмент. Они там наделали шума со своими акциями, предложениями, с закрытым двором, с умным домом и так далее, и так далее. Я просто прекрасно знаю эту локацию. У меня там свекровь рядом живет. Уточни, мы сейчас про какую школу говорим? Про Гелиос. Про Гелиос. То есть мы сейчас обсуждаем, где бы можно рядом с Гелиосом что-то там прикупить такое хорошее. Как раз-таки напротив страны энтузиастов очень давно уже строят жилой комплекс Демидовский. Это уже второй ЖК. Это уже второй ЖК, да. Но вот я говорю, страна энтузиастов в этой локации наделала шуму. Но кроме... А почему шуму наделала? Это что значит? Они просто барабаны ведут? Они просто ведут активную маркетинговую политику, я бы так сказала. Это страна девелопмент, это застройщик, который пришел к нам из Тюмени. А сюда, в Екатеринбург, у него очень большие амбициозные планы по застройке Екатеринбурга. И как раз-таки они практикуют комплексное развитие территории. Напротив, в Демидовске, который давно уже там строится, у которой будут водиться, вероятно, новые очереди, но пока в продаже их нету, а так это уже сданная ЖК, в которой можно купить вторичку сейчас уже. Рядом со всем проект группы компании «Практика» К3 и, в общем-то, не так далеко проект, который называется «Доминант от форума групп». Плюс еще Брусника там строит свой северный квартал, тоже достаточно нашумевшая история, очень интересно. Сегодня сдан этот проект уже у Брусники, но купить там еще можно. Гимназия 212, Екатеринбург, Париж, она находится практически в центре. И рядом вот сейчас строится прям несколько жилых комплексов, которые привлекают внимание покупателей, которые мы обычно смотрим. Это «Азина-16» от ЛСР, проект, который все очень долго ждали на месте молокозавода. Это мельницу, которую группа компании «Проспект» построила. И Екатерининский парк – огромный проект, который ведет ТЭН. Там же на территории практически Екатерининского парка, прям внутри, клубный дом инженера Ятиса. Это такой более премиум сегмент, но в этой же локации. Ну и, соответственно, принцип, мы все прекрасно знаем, «Первомайская-60» со своим проектом, который уже сдан, как и мельница. Эти дома плюс-минус рядом, плюс большое количество вторички, потому что это такой район, который давно формируется, давно строится. Если мы говорим про другие школы, вот, например, из центра, переместимся просто в другую часть центра, там, где ретель находится, на Радищево-33. Там тоже достаточно известные, мы все гуляем по центру, локации, которые активно сейчас очень с точки зрения маркетинга продвигаются. Это «Форум-Сити», это дом на Хохряково, который построил у ГМК «Застройщик». Это и «Свобода резиденции», и «Ленина-8» известный проект от принципа, красивый очень в этой локации. На самом деле не так далеко находится и жилой комплекс «Ривьера», и жилой комплекс «Дипломат». Но большое количество вторички, прям большое, есть из чего выбрать, есть что посмотреть. Здесь, наверное, в локациях, в таких, где большой объем предложения, без специалистов по недвижимости практически не обойтись. Потому что трудно выбрать, подобрать. Мы посмотрели с тобой «Гелиус», мы посмотрели с тобой «Ритель», «Гимназию-212», частная школа созвездия 21 века, которая находится на машинной. Достаточно большая школа, по-моему, 150 мест там для учеников. У них есть определенные вакансии по добору, но у них и локация такая очень своеобразная. Это автовокзал, где большое количество новых жилых комплексов. И вот в той локации как раз и «Атлас Аура», и «Фою», и «Федерация жилой комплекс», и уже сданные проекты такие, как «Белорецкий», «Чайковский», «Стед». То есть там вообще можно повыбирать. Да, и заметь, что я просто в эти списки включаю там по 4, по 5 жилых комплексов. На самом деле их больше. То есть ты нас немножечко щадишь. Ну, список большой. Это как трудно всегда выбрать, когда тебе приносят третью пару в обувном магазине. Пока их две. Еще можно. И тоже совсем другая локация, очень интересная школа Индра, которую хвалят родители. Я, кстати, вот этот список формировала еще и по отзывам на форумах, потому что здесь мы не можем ориентироваться на какой-то опубликованный официальный рейтинг, но зато прекрасно работают отзывы. Та же самая «Юмама», форум мамский, где много собрано различной информации, я туда тоже заглянула. И вот школа Индра, она как раз уже у нас в другой части. Это Новгородцевая улица. И из того, что прямо рядышком, достаточно известная история – жилой комплекс «Каменные палатки». Все, наверное, его знают. Вот как раз для тех, кто выбирает школу Индра, база «Девелопмент» в том числе сейчас продают. Группа компаний «Проспект» настроит жилой комплекс «Гранит». ЛСР там же строит жилой комплекс «Малахит». И уже там сданный дом жилой комплекс «Сказка» от Диметры. Ну, купить тоже можно. Там еще квартиры. Ну и наш участник в списке номер ноль. Секретная школа? Она не секретная. Она, правда, одна из старейших школ. Причем у них есть подготовка на уровне детского сада. Потом начальная школа, потом средняя школа. Вот мы говорим сейчас про ту школу, которая на насосной находится. Насосной 2А. Что у нас там вокруг? Из того, что чаще всего выбирают сейчас покупатели, как ни странно, но это еще один проект страны «Девелопмент» – «Сибирский сад». Большой проект. Есть большое количество вариантов и интересные планировки. ДНК – это дом на Куйбышево от базы «Девелопмент». Классный тоже проект. Премиум квартал «Маяковка» – это вообще новинка для рынка. Бизнес-центр «Квартал», «Деловой квартал» был. Они часть своей территории сейчас передали на застройку жильем. И вот у них появился новый квартал рядом с парком «Маяковского». Ну и Куйбышево 100 от «Премьерстрой». То есть там локация сама по себе была раньше не сильно любимая покупателями, но сейчас, мне кажется, какая-то вторая жизнь, второе дыхание появилось у этой локации после такого активного развития застройщиками этих территорий. Там будет прямо интересно. Ну и плюс школа хорошая рядом. Это отлично просто. Ну я так понял, что это твоя одна из самых любимых школ? Из частных. Раньше она была одна из самых любимых, но сегодня она уже муниципальная. Поэтому, наверное, моя любимая школа – это гимназия 212 Екатеринбург-Париж. За счет того, что я просто понимаю и знаю, как там организована образовательная деятельность. У меня много друзей там, детишек. И если раньше какие-то вакантные места были, то сегодня в эту школу просто не попасть. Даже за деньги, получается. Именно за деньги и не попасть, да. Ну тогда в завершение нашего разговора я тебе задам пару каверзных вопросов. Ну как каверзных, они, собственно говоря, по твоей прямой деятельности. Давай представим, что я приезжаю из другого города, у меня полно детей, и мне нужно выбрать и школу, и жилой комплекс. Вот дай мне, пожалуйста, на выбор две школы, и, соответственно, какой ЖК ты мне порекомендуешь рядом с этой школой. Ну или, возможно, чтобы я выбрал из двух ЖК рядом с этой школой. Давай, две школы на твой выбор. Валерия Козлова сейчас нам выберет две школы. Во-первых, сначала мы с тобой проведем интервью. Достаточно такое глубинное интервью. Мне нужно будет понимать, как ты вообще относишься к тому, как организовано образование у твоих детей. Я задам тебе вопросы, и в ответе на эти вопросы выберу для тебя подходящий вариант. Но, безусловно, в приоритетах у меня будут те школы, которые хорошо себя зарекомендовали, и они достаточно стандартны в подходах к образованию. Я тебе так отвечу. Значит, я отвечу ровно так, как ты бы ответила на эти вопросы. Говори две школы. Моя любимая гимназия 212-я и, наверное, рител. Спасибо тебе. На Радичио 33. Итак, две школы выбраны, а теперь, пожалуйста, выбери мне два ЖК у одной школы и два ЖК у другой. Вот смотри. Я-то ничего не понимаю. Подожди, очень важный момент, и мы сейчас с тобой снова вернемся к началу этого выбора. Специалист по недвижимости никогда не выбирает на свой вкус. Это запрещено в нашей деятельности. Я должна выбрать то, что тебе подойдет и подходит максимально, исходя из твоих возможностей. Самый лучший вариант для твоей ситуации и для твоих возможностей. Тогда я сейчас снова поступлю хитро. Как для себя? Как для себя. Если бы я приехала в Екатеринбург. О, класс. Если бы я приехала бы только в Екатеринбург, я бы хотела жить в центре. Я не знаю, сколько бы у меня было финансовых возможностей для этого, но ипотека – наше все. Гуляем. Поэтому, если у меня есть финансовые возможности, если у меня есть возможность взять хорошую ипотеку, господдержкой семейная ипотека до 1 июля работает дальше абсолютная неизвестность. Ну ладно, по семейной ипотеке будет продлено, а господдержка, мне кажется, не задержится на нашем рынке, потому что очень серьезные разговоры на эту тему ведутся, и никто ее продлевать не собирается. Итак, я бы захотела попасть в гимназию 212 и выбрала бы для себя, наверное, Екатерининский парк, потому что в Екатерининском парке есть на выбор два варианта. Есть клубный дом инженера Ятиса, где есть очень интересные варианты с точки зрения локации. Это небольшие домики, невысокие, с интересными планировками, со своими закрытыми дворами. А если там бы не нашлось, то в Екатерининском парке. Я недавно там в «Жизмарте» пила кофе на первом этаже, ходила к нотариусу напротив. И я на этот жилой комплекс посмотрела другими глазами. Мы туда регулярно ездим, мы туда смотрим, осматриваем все. Но вот как раз из последних моих впечатлений о недвижимости я посмотрела инфраструктуру. И что, зная себя, зная, как важно мне, чтобы все было под рукой, чтобы было все рядом, я бы выбрала Екатерининский парк от Тена. Хотя вот проект на Азии на 16 тоже пользуется большой популярностью. Про гимназию 212 еще вам скажу, знаешь как, там большое количество вторичного предложения рядом. И про частные школы надо понимать следующее. Частные школы – это платные школы. Если ты сознательно выбираешь вместо бесплатного образования получить платное образование, у тебя есть для этого определенные финансовые возможности. А это значит, может быть, ты будешь готов жить чуть дальше, но возить ребенка в школу. А центр, он прекрасен для жизни в Екатеринбурге, там много разных локаций. Если мы говорим вот опять-таки про эту часть. И здесь, возможно, я бы выбрала вообще какой-то вторичный вариант. То есть, когда мы находимся в определенных жилых, спальных районах, не жилых, да, когда мы находимся в определенных спальных районах, то очень часто перед клиентом стоит выбор новостройка или вторичка. Все зависит от того, какое финансовое состояние. Потому что вторичку сегодня в ипотеку брать дорого, а по новостройкам действует программа господдержки по ипотеке. Поэтому здесь вот, когда все учитываем, все факторы, но если конкретно про меня, я бы купила новостройку с товарищем. Ну вот, друзья, вы все услышали. И рекомендации Валерии с точки зрения того, что если бы она для себя выбирала, но, как вы понимаете, для себя вы выбрали что-то свое и индивидуальное, кстати, напишите в комментариях, что именно, что для вас важно. А самое главное, напишите, о чем бы вы хотели еще посмотреть. Я с удовольствием приглашу Валерию, мы с удовольствием для вас снимем еще какой-нибудь полезный ролик про какой-нибудь ЖК. А давай мы с тобой отдельно снимем видео, и я расскажу про началки частные. Ну ведь у тебя же в чудо-радугу ходит, дочка. Нравится? Вот, на этой позитивной ноте мы и закончим. Спасибо тебе большое. Всем пока. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ставьте лайк. Валерия, спасибо. Пока. Пока.